Всем привет, друзья! Это пятая часть альтернативного сюжета про злого Саитаму против Наруто в мире Ван Панчмана. Если вы не смотрели предыдущие части, настоятельно рекомендую. Для этого нажмите на подсказку, которая только что появилась в правом верхнем углу. Что ж, если уже посмотрели, не забудьте подписаться на канал. Друзья, давайте наберем 30 тысяч подписчиков, а также не забудем и про лайки, Если под этим видео наберется 5000 лайков, то следующая часть не заставит себя долго ждать. Наляйте себе чайок и возьмите вкусняшек. Ну а прежде чем начать, хочу поблагодарить Лиарси Ван за поддержку в создании ролика и продвижению канала. Желаю вам приятного просмотра. Ну а с вами, как всегда, аниманка. И мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, и я испепелю тебя. Альтернативный сюжет. Злой Сайтама против Наруто. Часть пятая. Это еще кто такие? И почему они вылезают из гробов, а? Это те, кто могут избавиться от тебя раз и навсегда. Сильнейшие шиноби, воскрешенные из мертвых. Используя секретные техники, я сделал их бессмертными. И намного сильнее, чем они были при жизни. Теперь у них бесконечный запас чакр и силы. Сайтама, тебе конец. Опять техника воскрешения? Что это за фигня тут творится? Саски, Наруто. Не может этого быть. Итачи, Обита, Мадара. Брат, это ты? Наруто и Саски были в шоке от увиденного. Они никак не ожидали вновь увидеть давно умерших друзей, брата и бывших врагов. Они не понимали, зачем Арачимару так поступил. И Наруто был недоволен тем, что Арачимару до сих пор пользуется этой техникой. Но тот объясняет это тем, что у них не было другого выхода. И если бы он этого не сделал, против Сайтамы у них не было бы и шанса. Бласт говорит, что у них нет времени на разговоры. Арачимару дает воскрешенным полный контроль над их телами, чтобы те смогли драться в полную силу. Хоть у Наруто вместе с Саски есть много вопросов, но сейчас самое главное это остановить Сайтаму. Техника воскрешения? Не думал, что я когда-нибудь буду воскрешен этой техникой. Наруто, а где Какаши? Долго объяснять, да ты боё. Мы сейчас находимся в другом мире. И этот человек, который стоит напротив нас, очень силен. И мы не можем с ним справиться. Он... Подожди, Наруто-кон. Арачимару, используя технику клана Ямонако, передал всем воскрешенным информацию о Сайтаме и обо всём, что произошло. Итачи был удивлен тем, что его второй раз уже воскресили. Он понял, что раз воскресили только Учих, то Арачимару надеется, что с помощью их глаза не смогут справиться с Сайтамой. В первый раз, когда его воскресили, он уже знал о том, что так называемый Тоби оказался обитой, и настоящий Мадара был воскрешен позднее. Поэтому он не был так сильно удивлен, увидев этих двоих здесь. И благодаря Арачимару, все трое узнали обо всём, что было до этого времени. В это время Сайтама стоял и смотрел на всё это в недопонимании. Он слегка был шокирован тем, что они появились из гробов. Но это не сильно его волновало. Он думал лишь о том, чтобы поскорее расправиться с ними. Так как у него до сих пор в голове было то, что всё это началось с того, что его не пустили на распродажу. Из-за всех этих разборок и попытки его остановить, он в итоге опоздал на распродажу. После чего очень сильно разозлился на всех. Эй, вы, закончили уже болтать? А? Хе-хе-хе-хе-хе. Не терпится потанцевать. Что ж, давай потанцуем. Мадара, стой. Не спеши. Ты знаешь, на что он способен. Нам нужно действовать вместе. Стой! Он прав. Даже я чуть ли не израсходовал всю чакру Курамы. Не путайтесь под ногами. Я сам всё сделаю. Хм. Надеюсь, ты посильнее тех неудачников. Мадара побежал на Сайтаму, но тот среагировал на это и ударом с ноги откинул Мадару. А после, с обычного удара, впечатал его в стену и разорвал на мелкие куски. Сайтама подошёл к нему и вместо крови он увидел что-то наподобие бумаги, которые были рассыплены вокруг тела Мадары. А спустя некоторое время они начали обратно прилипать к нему. Тем самым Мадара регенерировался. Этот Энсей делает Воскрешённого бессмертным. Но Сайтама этого не знал и был удивлён увиденным. О, а это ещё что такое? Ты что, всё ещё жив? Хм. Что ж, как ты там сказал? Давай потанцуем? Мадара пришёл в себя и с ухмылкой встав на ноги, сразу атаковал своего врага, бросив в него кунай. Которую, естественно, Сайтама поймал не моргнув и глазом. Но это был всего лишь отвлекающий манёрв для выполнения очередной серьёзной атаки Мадары. Стихия огня. Великое огненное уничтожение. Сайтама обычным ударом отбивает атаку Мадары. После чего, набрасываясь на него и ударив кулаком, отбрасывает Мадару на десятки метров. Но тот сумел встать на ноги. И использовав Сусана, он атаковал Сайтаму и впечатал его в землю. Но неожиданно быстро он встаёт на ноги и на высокой скорости. Что даже Мадара еле смог его заметить. Сайтама обычным ударом пробивает Сусана Мадара. Который, среагировав на это, резко схватился за мяч. И замахнулся на Сайтаму. Но тот просто зубами сломал его. Мадара отходит на дистанцию и готовится для атаки. Стихия огня. Песня огненных драконов. Атака Мадары не задевается и там. Который выходит из столба дыма, как ни в чём не бывало. Только не говори мне, что это всё, на что ты способен. А ты неплох, пацан. Но что ты скажешь на это? Мадара с помощью Сусана складывает печать. Из неба показывается огромный метеорит, который падает на поле битвы. Сайтама посмотрел вверх и, заметив это, незамедлительно прыгнул навстречу к метеориту. И с одного удара пробил его насквозь. Мадара был шокирован, увиден. Он не мог представить, что он сможет так запросто справиться с этим. Сайтама приземляется, но тут неожиданно рядом с Мадарой появляются все остальные. Саски, твой ренинган впечатляет. Я горжусь тобой. Итачи. Мадара, сказали ведь не лезть в одиночку. Малец. Я говорил вам не мешаться под ногами. Наруто прав. Нам нужно действовать вместе. Иначе нам с ним не справиться. Неожиданно. Наруто падает на колени, потеряв равновесие. Наруто, что с тобой? Как я уже говорил ранее, я израсходовал почти всю чакру Курамы. Наруто теряет сознание и падает на землю. Он приходит в себя в каком-то странном измерении. Он не понимает, где он находится. Пока сзади не издастся знакомый голос. Эй, обернись, Наруто. Курама? Понятно. Значит, я уже... Видимо, это наша последняя встреча. Да, кажется, что так. А ты, на удивление, спокоен. Что толку поднимать шум? Жаль, конечно, что я не смог попрошаться с Химовари и Хинатой. Но с Барутой и Каваки все будет хорошо. Даже если меня не будет рядом. Погоди-ка, Наруто. Ты, кажется, неправильно меня понял. Если что, я ни разу не говорил, что ты умрешь. Но не думай, что я врал. Надо было уточнять. А что? Ты о чем это, Курама? Если бы я сразу сказал, что плата за силу моя жизнь, признай. Ты бы сомневался ее использовать. Или того хуже. Решился бы отказаться. Даже если бы понимал, что иного пути нет. Такой уж ты проблемный парень. Разве нет? Курама... Это прощание, Наруто. Без Хвостатого. Его носитель умирает. Однако, в нашем случае все обстоит иначе. Чакра Хвостатого просто исчезнет. Подожди, Курама, ты... Цена моя жизнь, не твоя, Наруто. Курама... Не, не смотри на меня-то. Вот поэтому с тобой столько мороки. Кажется, время подошло. Мне пора уйти. А ты будь осторожен. У тебя больше нет ни сверхчеловеческой силы. Ни меня рядом. Не будешь себя жалеть. Скоро присоединишься ко мне на том свете. Курама... Наруто... Эй, подожди! Не уходи! Курама... Куда ты собрался? Что происходит? Супер... Супердедуля? Вы? Курама... Не спеши уходить на тот свет. Твое время еще не пришло. Старик... Но как такое возможно? Я потерял всю свою чакру. И они... Дедуля... Вы ведь можете его спасти. Курама... С твоего рождения... Я пометил тебя специальной печатью и частичкой своей чакры. Как и остальных восстатых. Я предполагал, что вы можете попасть в какую-то беду. И поэтому я предпринял меры, чтобы спасти вас. Теперь, когда твой запас чакры истек, я передам тебе свою чакру. А после ты сможешь восстановить свою чакру. Старик... Дедуля... Наруто, теперь, когда чакра Курамы в порядке, я передам тебе свою силу. Теперь, как и в прошлый раз, ты сможешь использовать силу мудреца шести путей. Наруто, будь очень осторожен. Я знал, что существуют другие миры, но не мог представить, что между ними можно телепортироваться. Наруто, Курама, спасите этот мир. Я верю в вас. Наруто, эй, ты в порядке? Наруто приходит в себя в режиме мудреца шести путей. Саски удивленно смотрит на него и не понимает, что произошло. Саски, со мной все хорошо. Можешь не волноваться. Я встретил Супер Дедулю. Это он мне помог. Дедуля? Ты имеешь в виду... Да. Теперь я верю, что мы сможем справиться с Сайтамой. Сайтама на высокой скорости подбегает к ним и оказывается за их спиной. Достаточно. Серия серьезных ударов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...